Уважаемые коллеги, Константин Михайлович еще вчера хотел сюда прийти к конференции, но его вызвали на мероприятие городского уровня и он буквально вместе со мной сюда пошел. Он мне поручил открытие к конференции, а сам уехал участвовать в этом проекте. У нас с понедельника по пятницу включительно проходит неделя науки в Баненмехе. Эта неделя науки совпала с неделей науки Санкт-Петербурга, которая открылась в среду, 18 ноября. И очень приятно, что во всех вузах проходят подобные мероприятия. Что отличает нашу неделю науки? В первую очередь, военмех за всю свою историю, более чем 140 лет, всегда его была главная миссия для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для отечественной обороны. В 1932 год, задачи еще становится больше. Появляется военмех как институт, как образовательное учреждение. И главный тезис всегда – это лучше всех. То есть подготовить кадры лучше всех, проводить научные исследования лучше всех и так далее. В 1946 году у нас впервые в стране, в Советском Союзе, была создана кафедра и факультет, которые стали готовить ракетчики. Уже после появились там буквально какие-то месячные сроки в МВТУ и в прочих вузах. И вот любопытно, вот о важности этого события, последние допустимые слова Сталина, представителям, которые участвовали в совещании по созданию этих подразделений. Если вы не решите задачу качественной в срок, то Лаврентий Павлович вам не простит. Это вот… Вранье. Такого не могло быть. Несколько источников. Розунг. Думаю, тогда сколько-то… Скажете, да. Значит, на чем базируется система подготовки в вузе? Это первое, тесная связь с промышленностью все время. Было раньше, есть сейчас и будет. Вот в данный момент вопрос интеграции в промышленности очень важен, поскольку системы распределения, которая была прежде, ее нет. И нужно искать новые способы, каким образом адаптировать выпускников под предприятие. Поэтому создаются и базовые кафедры, и другие совместные подразделения. У нас укусит куча и именных аудиторий, и очень много базовых кафедр, которые обеспечивают подготовку для предприятий как Санкт-Петербурга, так и других регионов. Второе – это интеграция гражданского и военного образования. Что тоже не было аварийно. Многие руководители предприятий говорят, что для нас выпускник с военной кафедрой важен не в той стихии, что он защищен от службы в армии, а то, что он получил дополнительную подготовку по эксплуатации образцов спецтехни. Это подхватило нашу идею. И я был в Ликуидоне, в Вьетнамском университете имени Ликуидона. У них там тоже университет, в него встроена военная академия, декан факультета – гражданский человек, а его заместитель – полковник. И где-то вот университет той же численностью, понятно, 6,5 тысяч человек, академия – 900. И вся материальная база четко, так сказать, используется совместно. Причем очень много аудиторий, где с одной стороны стоит советская техника, и с другой стороны американская, так сказать. По образцам и артиллерийских вооружений, и ракет, и так далее. И третий раздел – это серьезное оборонно-патриотическое воспитание в УЗИ, так сказать. Вот сейчас мы этому уделяем тоже большое внимание. В рамках программ, которые поддерживаются правительством, это граждане на развитие студенческого самоуправления, в этом году мы эффективно провели военно-патриотические сборы Лосева. И это мероприятие будет пролагировано и на следующий год. Что дала эта неделя науки? Во-первых, мы почтили память двух выдающихся у УЗИ, во-первых, братья Куткиных – это Владимира Федоровича и Алексея Федоровича. И у ректората, напротив портрета Дмитрия Федоровича Узкинова, появились памятные звезды. Это мы будем продолжать. Выдающиеся выпускники будут находить место на этой стене. Последнее общение с Алексеем Федоровичем, он несколько раз принес фразу, что мы, оборудовщики, конструкторы, инженеры и ученые, холодную войну не поиграли. Почему-то он очень был этим озабочен. Это в свете и с сегодняшнего совещания и так далее. Ну и если подводить далее, то всю эту неделю науки с понедельника по пятницу и сегодня у нас параллельно работают студенческие секции, которые, значит, охватывают разные направления, которые реализуются у нас в Европе. Ну и, конечно, важной логической составляющей недели науки является вот эта конференция, на которой мы здесь собрались. Это новые горизонты глобального мира наука, политика, экономика, которая в определенной степени является логическим подведением итогов всей недели, поскольку она охватывает действительно серьезные процессы и в этом плане актуальность будет трудно переоценить. В связи со всем этим я хочу поприветствовать всех участников конференции, считать конференцию открытой и пожелать всем плодотворной работы в рамках секций и генерального заседания. Благодарю за внимание. Продолжаем нашу работу уже в режиме научных выступлений, поэтому Анатолий Павлович подошел. Анатолий Павлович подошел.